Хорошо, мы приветствуем Ирину. Интересуемся, готова ли она к диагностике. Доверить ли она нам в своем биополе на период сеанса? Она слышит нас? Ты знаешь, у меня вот эти глаза только в этом панцире. Ощущение, что она боится и не понимает, что происходит. Понятно. И я даю команду. Влад, разрежь панцирь. На счет три. Один, два, три. И на счет три этот панцирь разрезанный отправляется в клетку тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Он кричит. Кто кричит? Инзиктоит. Инзиктоит получает удар. Сто тысяч герц. Удар. Он кричит от того, что ты его разрезал. Нечего было залазить, куда не надо паразит. Он ее затмил полностью. Все, Инзиктоит, сегодня ты будешь в пепел превращен паразит. Да, она плачет. Она говорит, почистите меня. Отлично, хорошо. И я даю команду, значит, три. Скэнер начинает скэнерить пространство над головой Ирины, под ногами. С всем тонких тел Ирины. Находит все. Демон. Инкуб. Инсиктоит уже здесь. И кто не рахнует на голове. Ну, это достаточно. Человека доконать и рахнует. Верочка, считай, пожалуйста, сколько у нее сейчас энергии и какая чистая вибрация на этот момент? Я не могу. Почему? Что-то мешает? Подключки у них какие-то здесь. Чьи подключки мешают мне работать? Рахнует, инсиктоит. Так, тогда начнем с допроса. Считай цифры над головой демона. Подожди. Ее вообще не видно почти за этими подключками. То есть она очень тонкая, прозрачная внутри. Ее тонкая копия. Какой паразит сделал это? Кто ответственный за это? Ну, они оба. Хорошо, вы сегодня оба будете наказаны. Я даю команду на счет три. Силой моего намерения все, что находится в биополе Ирины, на чистоте арахноида и на чистоте энзиктоида, все их подключки, все их энергии, все, что они оставили в биополе, начинают безболезненно выходить из биополе Ирины, из всех тонких тел и формироваться в два шара. Один на чистоте арахноида, один на чистоте энзиктоида. Да, будет так, а так и есть. Включая Ирине внутренний белый свет. И она выдавливает из себя все на чистоте арахноида и энзиктоида. Все подключки, все выходит. Энзиктоид, он синхронизирован плотно с ней. И у него там дети. Так энзиктоид. Ну что, уничтожать тебя сразу? Ты убивать чего? Ты убивать чего? Энзиктоид матка. Матка, еще и матка. Там он такой большой. Откуда они берутся на нашу голову это все? Я не пойму. Считай, сколько он находился в биополе, эта матка? Пятнадцать лет. Пятнадцать лет. Так, выходят шары? Ну, вышел от арахноида, потому что там паутины много было. Да. Диктоид должен вытащить. От арахноида все вышло, да? Да. Открывается внизу портал в галактическое ядро, и эта энергия улетает в галактическое ядро на переработку. Так, я объявляю сейчас вам программу. Сейчас начинается реверс энергии. Вы обнаружены. Мы здесь находимся официально и легально. Вы находитесь здесь нелегально. Мы находимся здесь по воле и изъявлению Ирины. И она сказала вытащить всех интерферентов из ее биополя. Сейчас начнется реверс энергии. Мы отдадим вам всю темную энергию. После этого заберем всю светлую энергию, которую вы украли по праву. После этого начнется рассинхронизация и проверка. Вернее, вы уберете все, рассинхронизируетесь и потом проверим. Все, кто пройдет проверку, уходит на свою чистоту. Все, кто меня обманет и что-то оставит, те сгорят просто в клетке при проверке двумя миллионами герц. Всем понятно? Да, понятно. Хорошо, начинаем с реверса энергии. Я даю команду тонкой копии Ирины спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Начали выстреливаться каналы. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Ирине. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Считай цифры над головой демона. Демона-то бес. 8. Бес. 8. Сколько ты находился в биополе, бес? 6 месяцев. 6 месяцев. Так, Инкуб, как долго ты находился в биополе? 8 месяцев. Значит, ты привел беса? Привел. Так, Инзиктоид, сказал, 15 лет. Арахноид, как долго ты находился в этом биополе? 6 лет. 6 лет. Хорошо. Я не понимаю, Инзиктоид, на ком основании ты воровал столько энергии у человека и установил столько подключек? Она тебе давала свое согласие? Или тебе плевать на законы мироздания? Томство свое, Вадим. И что, это является какой-то уважительной причиной? Для нас, да. Хорошо, я хочу сделать просто запрос и поговорить с Ли. Ли, можешь мне ответить, пожалуйста? У меня один вопрос только к тебе, не надо приходить. Она на связи. Ли, объясни мне, пожалуйста. Вот 15 лет сидит Инзиктоид матка в человеке и говорит, что им надо это сидеть. Вот как это мне понять живущему на Земле степень этого всего? Это нормально или это ненормально? На мой взгляд, это ненормально, потому что никакого осознания того, что у нас что-то делает не так, там нет. Как мне это правильно понимать? Объясни, пожалуйста. Для некоторых особей нужна правильная энергия и обитаемая среда, чтобы они распространялись дальше, плодились. Поэтому они находят ее в определенных биороботах человеческих, там, где им более гармонично синхронизируются с ней и выводят свое потомство. Этого можно как-то избежать? Можно, если человек защищается. Понятно. То есть в этом случае практически они видят ресурс, и на этот ресурс, который им подходит, они налетают, как у нас говорят, мухи на мед. Совершенно верно. Определенная энергия и обитаемая среда, как я уже сказала, привлекает их. Еще один вопрос, Лиз, скажи. Вот этот инзиктоид матка, она была, там такой мы срезали целый купол человека, бронированный какой-то. А мы потом что-то сейчас будем все это вытаскивать. Они не переходят к границу того отсоса энергии, который для человека становится потенциально уже опасным? В некоторой степени они наполняют его энергиями, но теми энергиями, которые нужны ему. Заграждают человека от многих. То есть они как-то защищают, скажем так, для того, чтобы себя защитить. Защищают свою. Защищают, но ограждают от многого. От многого, чтобы понятно. Благодарю тебя, Лиза, за эту информацию, мне все понятно, я тогда работаю дальше. Благодарю тебя. Устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Ирина забирает всю чистую и светлую божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Ирина себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все себе. Все свое себе обратно. Так, кто в квартире присутствует из вас? У кого есть подключки? Говорите сразу. Они показывают. Мы чистили квартиру, они ее расшатали, как вот они выражаются. Кто они? Инсектоид. Потому что у инсектоида потомство есть. У девочки. У девочки, у инсектоида есть. Мы сегодня будем чистить инсектоид и девочку. Но он отщепленный уже. Этого инсектоида там нет. Есть его потомство. Есть его потомство. Значит, мы не притянем тогда эту матку. Мы, в принципе, говорили давно маме Ирины насчет этого инсектоида, который постоянно заражает детей. Ее же. Вот. Но это было, по-моему, полгода назад. Можно было... То арахноиды у него... От него возвращаются... Когда реверс был, возврат энергии, от него шли мохнатые такие, как лапки мохнатые. К нему? Да. К нему возвращались. От него. Я же испугался. Хорошо, реверс закончился, да, у нас? Или еще идет? Посмотри, мы всю свою энергию забрали оттуда или нет? Идет еще от инсектоида. Ну, за 15 лет там, конечно, серьезная была подключка. Почему мы всегда говорим, чтобы чистить детей, надо чистить маму? И идет энергия какая-то от него. Гармония. От кого от него? От него возвращается энергия гармонии. От инсектоида? Да. Понятно. Значит, сейчас эту энергию вернем. Он ей закрывал все пути, чтобы его не беспокоили. Реверс закончил. Так, начинаем с арахноида. Арахноид, выходишь, собираешь все, что еще осталось, если что-то осталось, и доложи о проверке готовности. Вроде мы все вывели уже, Вера. Говорит, что да, ты все вернуешь. Хорошо. Посмотри еще раз, потому что сейчас будет проверка. Так, инсектоида, давай теперь твоя очередь. Выходишь, вытаскивай всю. Ни одного малейшего следа ДНК не должно остаться на твоей чистоте, чтобы пройти проверку. Приступай. Вот арахноид, он, кстати, показал еще, что он сидел голова, и у него паутина была вниз на плечи. А руки. Какую реакцию вызывала паутина на голове, плечи и руки? Как это она ощущала, инсектоид? Кашу в голове. Хорошо. Теперь мы знаем причины каши в голове. На мой взгляд... Сейчас, знаешь, от нее идет как безвыходность. Чтобы она не делала, у нее ничего не получается. Закрыты пути со всех сторон. Потому что она всяко в кок, а не сверху арахноид была, а снизу инсектоид. Ну, мама Ирины предлагала ей, насколько я помню, в свое время закончить с этим. И вот сейчас мы просто это видим наглядно. Но он ее освобождает полностью. У нее руки, живот, грудь. У него полностью стоит установка. Кошмар. И дальше вниз. Как корка вокруг нее. Скажи-ка, мне инсектоид. Я больше чем уверен, что это не первое твое поколение за 15 лет. Не правда? Много было поколений. Хорошо. Существует ли такая версия, что ты распространяла своих детей на всех, с кем встречалась Ирина? Не на всех. Не на всех? Нет. А, ну, тех, которые подходят по энергиям, правильно? На нескольких. Основной поток шел на мою частоту. Понятно. Хорошо. Он мне показывает, что и инсектоид должен сильный быть, и определенное тело должно быть, чтобы он совпал. Понятно. Да, я знаю, там много факторов играет. Если так случалось, то он оставлял. В основном поток шел на частоту. Он все снял. Хорошо. Так, выходит инкуб, и там снимает все свои ошейники, ленточки, все, что он там оставил. Инкуб, а ты как зашел? На фантазии? Во сне или как? Объясни. Долго присматривался? Это даже не фантазия, а желание. Снял все. Хорошо. И без. Без, скажи мне, есть биополи Ирины Лярвы? Я больше, чем уверен, они там есть. Иначе бы ты там не сидел. Есть Лярва и еще инкуб. Инкуб, он говорит, что та, какая она изнутри, она мне больше нравится. А какая она изнутри, объясни мне? Другая. Вот сейчас ты меня запутал. Давай уже объясни тогда, что ты имел в виду. Но он показывает. И что там внутри? То есть снаружи она зажата вот этим инсектоидом, арахной, а внутри она совсем другая. Понял. Хорошо. Понятно. Хорошо, инкуб, снимай все. Он снял. Без у нас сейчас, да? На очереди. Хорошо, Лярвы там остались без. Сначала с ними все, что ты оставил ее биополей. Доложи мне о готовности, а потом я тебе разрешу забрать Лярвы. Приступай. Скажи мне, Инкуб, а мы все время отдаем Лярвы бесам. А разве для вас Лярвы не интересны? Не ваша это еда? Как закачка энергии, может быть, но нас интересует. Вы эмоциями питаетесь больше, да? Другой ресурс. Другой ресурс. Понятно, хорошо. Он снял красные гольфы и с рук что-то, с ладошек. Хорошо, гольфы и то, что на ладошках были. Какое это давало на физическом плане неприятное ощущение? Как это описать? Объясни без. Кажется много. Хорошо. И инзиктоид, у меня еще к тебе один вопрос. Ты был ответственен за то, что человек последние 15 лет поправился? Ответственный был, да. Ну, тебе же надо было место, я знаю об этом, я просто хотел уточнить. Хорошо, значит так, все все сняли. Я сейчас даю команду на рассинхронизацию энергии Ирины с энергией беса, энергии инкуба, энергии инзиктоида и энергии арахноида на счет 3. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация Ирины и арахноид, инзиктоид, инкуб. Бес забирает все свои частоты. Рассинхронизация заканчивается автоматически, когда 100% будет набрано. Сейчас я вижу, у нее 34% энергии. Ужас. А посмотри, частота в герцах? 12. Скажи-ка мне, инзиктоид, сколько тебе в человеческих годах лет? Ну, он показывает 600. 600. Ну, он на полном. Я думаю, что он не особо понимает. В человеческом летоисчислении сколько вы живете? Какая продолжительность жизни инзиктоида? Вот сколько ты реально можешь прожить? Скоро. Человек живет 80 лет, скажем так, 90 максимально. А вы можете жить бесконечно? Перевоплощаемся так же. Ну, мы же тоже перевоплощаемся. Вот когда это заканчивается, твоя жизнь в этом воплощении? Сколько лет надо прожить инзиктоиду, чтобы достичь уровня перевоплощения? Ну, типа для него это как жизнь между жизнями. Его истинное лицо. У нас тоже жизнь есть между жизнями. Но вот эта жизнь, которой мы сейчас с тобой в ней общаемся. Моя когда-то закончится на земле, твоя когда-то закончится в твоем мире. Вот когда она заканчивается? Не понимает, никогда не закончится. Ну, хорошо, Ну, не понимает, значит, не понимает. У нас тоже не заканчивается. Но сколько ты будешь инзиктоидом в этой жизни? Всегда будешь инзиктоидом. Это его ДНК. Понятно. Ладно, хорошо. А ты, арахноид, сколько тебе в человеческих годах лет? У них с математикой не очень, да, по-моему, арахноидов? Нет, они прыгают. Чего прыгают? По цифрам. И насчет 3. Появляются цифры 1, 2, 3. И фиксируется, сколько лет арахноидов в земных годах? 12 тысяч. Ну, давай уже спросим Инкуба. Инкуб. Он показывает цепочку. Да. Не цепочку даже, а паутину. Эта паутина связывает его из жизни в жизнь. Вот это все 12 тысяч лет ликс. Он считает, что жизнь прерывается. Все верно. Абсолютно верно. Ты мне скажи, вот эти знания, которые ты всегда с собой забираешь, или ты по-новому учишься в каждом новом воплощении? Все, чему ты научился в этой жизни... Твои вопросы его пугают. Ладно, хорошо. Не понимает, как можно потерять знания. Вот мы можем так. Я тебе объясняю, арахноид, тебе нечего пугаться. Мы, например, рождаемся на земле, как люди, наши души, где большинству стерта память. Мы не знаем о наших предыдущих воплощениях. Нам надо найти это и осознать себя. Вот в этом отличается наше развитие от вашего развития. Нам стирается эта память, мы переходим в какую-то грань, где эта память о прошлых жизнях на время воплощения в человеческом теле нам стирается. И нам надо найти отца в этой жизни, найти свет, найти, принять свои решения осознанные для того, чтобы понять, кто мы были. Говорят, что это только на земле. Абсолютно верно. Есть еще другие планеты где-то. Понятно. Ну, теперь ты понял, вот почему я спросил. Хорошо. Инкуб, давай тебя еще уточним. Сколько тебе в человеческих годах лет? Он не знает. Понятно. А ты знаешь, сколько ты уже соблазнил? Хотя бы так. Считает? Оказывает. Какое число проявляется? 75. Способны. Способны. Хорошо. Ну и без последних к тебе вопросов. Сколько тебе в человеческих годах лет? И был ли ты человеком когда-то? Человеком не был. Сколько лет? Не знаю. Все понятно. Хорошо. И они все забрали. Рассинхронизация. Закончились. Отлично. Хорошо. Теперь переходим к проверке. Я даю команду. Нет. Я подхожу к Ирине. Я подхожу к Ирине. Кладу руки на плечи. Мои собственные энергии. Сжигаю все каналы к интерферентам. На счет 3. 1, 2, 3. Удар. Сжигаются все каналы. Открываются порта в галактическое ядро. Эти каналы улетают в галактическое ядро. На переработку. Закрываю. Печатаю. Растворяю. И я даю команду скэнеру на проверку. На контрольную проверку. Всех тонких тел Ирины. 1, 2, 3. Скэнер начинает сканировать все 7 тонких тел Ирины. Проводит контрольную проверку. Малейший наночастиц уничтожается на месте. Если что-то крупное осталось. Загорается ярко красный маячок. На их частотах она чистая. У меня ощущение, что не ноги связаны. Без. Ты не связал ноги? Ты что-то не снял с ног или как? Это не мое, он говорит. Хорошо. И все, что на ногах находится невидимое сейчас, проявляется ярко красным цветом. 1, 2, 3. Да, будет так, атаки есть. Магия. Магия у него, да. Хорошо. Отправляю эту магию. Разрезаю нитки. Отправляю в клетку тюрьму. Да, будет так, атаки есть. Магия. Вот же ж. Хуже паразитов. Эти хоть знают, что они делают. Хорошо. Так, с этим будем потом разбираться. Давай закончим с нашими интерферентами. Магия на свадьбе сделана. У нее идут белые нитки и вот ноги как в белом мешке. Мы всех вытащим сейчас. Сейчас все будем вытаскивать, Вера. Давай закончим с нашими друзьями здесь в клетке находящимися. Хорошо. Бес, ты все снял? Да, он снял, да. Давай, снимай лярвы. Я разрешаю тебе забрать все лярвы. Ничего не забывай. Никаких. Ничего не оставляй. Все полностью. Чтобы чистенько было. На сердце печаль у них. Лярвы. Хорошо. От магии может идти. На звоночник. На ногах лярвы. Все снял. Хорошо. Бес должен остаться довольным. Удачно зашел. Доволен. Будем отпускать. Хорошо. Арахноид, инзиктоид, инкуб и бес. Я говорю один раз. В это биополе больше вам вход запрещен. Вам нельзя сюда больше входить. Найдите все новое место обитания. Больше сюда не входить. Все понятно? Понятно. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Открывается наверху. Портал на частоте. Арахноид против часовой стрелки. 1, 2, 3. И Арахноид уходит на свою частоту. Забирает все, что он с собой принес. Забывает дорогу назад. Закрывай, печатай, растворяй. Инзиктоид готов уходить? Готов. Хорошо. Больше в это тело не возвращаешься. Открывается наверху портал против часовой стрелки. 1, 2, 3. Инзиктоид забирает все свое потомство. Все, что он с собой принес. И уходит на свою частоту. Забывая дорогу назад. Закрывай, печатай, растворяй. Готов. Хорошо. Инкуб готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки. 1, 2, 3. И Инкуб уходит на свою частоту. Забывая дорогу назад. Закрывай, печатай, растворяй. Готов. Хорошо. Так, бес остался. Бес, ты готова уходить, да? Да, он здесь закончил. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки. 1, 2, 3. И бес уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. Хорошо. И от этой магии, которая у нас там висит, эти связанные ноги. 1, 2, 3. Притягивается заказчик и исполнитель. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Наташа. Наташа. На настоящее имя свое назови. Лена Наташа. Лена Наташа. Хорошо, Лена Наташа. Когда ты сделала порчу или что ты сделала там? На свадьбе была. И зачем ты это сделала? Чтобы замуж выйти. За кого? За ее мужа? Нет. А зачем ты на нее делалась? На свадьбах делается много. Ты понимаешь? Понятно. То есть ты... Я сделала, чтобы себе выйти замуж. И вышла замуж? Вышла и развелась. Вот видишь, какая цена магии. Развелась с детьми или без детей? Без. Понятно. Лена Наташа. Я была цель выйти замуж. Хорошо. Когда ты эту магию поставила? Сколько лет прошло приблизительно? Она показывает 15. Оттуда еще идут крелки вверх и вниз. Ты подруга Ирины? Ты знакома ее? Если ты на свадьбе была или родственница, кто ты? Она говорит, что из одного места. Хорошо, скажи мне, ты понимаешь, что ты ей эти 15 лет последнее портила жизнь? Отнимала у нее здоровье? Нет, я не понимаю. Этой цели не было. Но так и получилось. И ты сегодня находишься как раз в том месте, где возвращается это все назад. Сейчас ты получишь все назад. Это называется откат за твои эксперименты, за то, что ты нанесла такой урон здоровью Ирине. И на счет 3 выстраивается канал от Ирины к Наташе. 1, 2, 3. И я даю команду. Начинается откат. 1, 2, 3. Вся боль. Все, что она получила от Наташи и Лены, возвращается к ней по каналу назад. За все эти годы в течение 10-5 минут. 1, 2, 3. Да будет так, а так и есть. До последнего микрона. Вся магия назад. 1, 2, 3. Это все по каналу к ней назад возвращается сейчас, да? Она оделась на нее. Отлично. Закончилось это все? Для Ирины, да. Она руками трясет сейчас и выдыхает. И она как будто из этой пелены какой-то вышла из-под фаты этой. Так, там еще у нас веревки были в клетке, да? Но они с мешком вместе. А они все оделись на эти же места. Отлично. Вот такая вот цена Наташа Лена. Черной магии. Ты часто применяешь в этом магии в своей жизни? Не серьезно. Нет, это серьезно. Насколько я посмотрела. Серьезно не занимаюсь. Серьезно не занимаюсь. Хорошо. Ну и чтобы дальше не занималась, сотрукая тебе, наверное, всю магическую память. Она просит снять с нее эти... Ничего мы не можем снять. Я даю команду. Появляется мое магическое кольцо. Один, два, три. И я дую этим магическим кольцом на нее. Один, два, три. Она смотрит на себя. На рукава она эти смотрит. Она знает, кто стоит прямо перед ней сейчас? Она не знает, где она. Отлично. Хорошо. Вы случайно сюда попали. Мы будем вас сейчас возвращать назад. Вы готовы уходить? Как вас зовут? Сейчас идет Ольга. Ольга. Хорошо. Ну, увидим, такая фишка. Они любят с чужими именами называться. Даже в Астрале. Хорошо. Ольга, Наташа, Лена. Открывая портал на ее частоте. Один, два, три. И она уходит на свою частоту. Забывает все, что здесь случилось. Один, два, три. Да будет так, а так и есть. Закрывая печат и растрей. Ирина говорит, что холодно. Холодно. Хорошо, Ирина. Без проблем. Сейчас мы все уберем. И вам будет очень тепло. Давай. Я подхожу к Ирине и даю ей 100% энергии. Один, два, три. Да будет так, а так и есть. Моя собственная энергия. И поднимаю ей вибрации до 27 Гц. Это много. До 18 Гц поднимаю. Так лучше, Ирина? Да, так приятно. Отлично. Хорошо. Поехали дальше. Переходим на частоту магического воздействия. Если таковое есть или было, оно проявляется. Ну, вот эти белые рукава. Отлично. И выходит этот фантом на счет 3, 1, 2, 3. Зависает в воздухе. Под ним открывается порта в галактическое ядро. Налетает в галактическое ядро. Закрывая печат и растворяя. Готово. Она говорит, я чувствую, как мое тело дышит. Вы могли бы это на полгода раньше прочувствовать. Говорит, что я открыта миру. Абсолютно верно. Сейчас да. И новым. Она открыта миру и новым открытием в себе. Америка готова. Хорошо. Пусть тонкая копия Ирины вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 720. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Ирины до значения 720 Гц. Пошел подъем. Как легко и радостно. Отлично. Синхронизируется энергия вибрации. Гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо. Мы закончили сейчас чистку Ирины. У нас еще остались. Сейчас мы будем поднимать детей по одному. И вы тогда побудете здесь, Ирина. Хорошо? Согласен. Вместе со мной. А Вера сходит и заберет тогда Артема, а потом Таис. Хорошо. И, Вера, я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию. Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Артем выходит из биоробота, становится рядом. Если в биороботе есть копии или голограммы, все чужеродное выходит и становится рядом. Ну, он вышел, у нас на него зелень какая-то. Хорошо. Защищаем его физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий. Абсолютно. Берем Артема в защитный скафандр. На время работы с тонкими телами вместе с тонкой копией Артема поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. На месте. Отлично. Артем идет к маме. Мы приветствуем Артема. Интересуемся, готов ли он к диагностике. Готов. И я даю команду на счет 3. Скэнер начинает сканировать пространство над головой Артема, под ногами 37 тонких тел. Артема находит все. У него спрут и вот эта слизь зеленая чья-то. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Включая Артему внутренний белый свет. 1, 2, 3. И он выдавливает из себя весь, всю эту массу зеленую. 1, 2, 3. Всю эту энергию, она выходит, начинает формироваться в шар перед Артемом до последнего микрона. Все выходит из его биополя. Готово. Хорошо. И кидаю этот шар в клетку тюрьму. Это его энергия. Ребенка? Да. А что это за энергия? Это его негатив. Не может его сбрасывать, он накапливается. Понятно. Так, слушай, ну мы взрослым можем объяснять, как негатив сбрасывать. Но как я объясню ребенку? Артема, она что? Мама должна объяснить. Да, здесь только мама может сделать. Хорошо. Значит, у нас еще... Чтобы развивался ребенок, мама должна развиваться. Хорошо. Под этой энергией открывается портал в галактическое дро. Оно улетает в галактическое дро. На переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатай, растворяй. Так, Спрут, что ты делаешь в биополе ребенка? Кто тебе разрешал в него вселяться? Сейчас, секунду, подожди еще вот про эту зеленую энергию. Да. Он в школе так негативит. И вот эти эмоции он собирает. Хорошо. Значит, его нужно научить эти эмоции сбрасывать как-то. Потому что школа это такая вещь, стоит очень много планировав всем, особенно нашей школы. Хорошо. Шар ушел в галактическое дро, Вера? Да, ушел. Хорошо. Итак, Спрут, на каком основании и как долго ты находишься в этом биополе? Два месяца. Где ты подцепился? В здании. Так, Вера, покажи ситуацию. Это школа? Один, два, три или нет? Или это квартира? Школа, дети. Вверх он выбирает. Выбрал его. Даже не выбрал его. Он подкинул туда. А Амалия у нас в комнате? Да. Амалия, скажи, пожалуйста, вот как мне в такой ситуации правильно размышлять? Вот ребенку там 12 лет, он еще вообще не в состоянии ничего, что-то сам осознать. Он приходит в школу обучаться, ему на голову садится вот этот Спрут. Поэтому есть энергии мамы, которые защищают детей. Вот. Отлично. Благодарю тебя. Значит, пока не разовьется у человека, у ребенка собственное сознание, до 16 лет за него отвечает полностью мать. Правильно? Мама окутывает энергиями. Даже свою Меркаву она может передавать ему. В любом возрасте. Отлично. Благодарю тебя, дорогая Амалия. Хорошо, поехали дальше. Так, Спрут, давай выходи сейчас, вытаскивай все, что ты оставил в биополе Артема за эти два месяца, отсасывая всю жидкость и докладывая о готовности к проверке. Ну, он показывает, как он щупальцами приклеился к нему, сейчас вот уторвает их. Ты мне скажи, какую реакцию ты вызывала своими щупальцами, приклеенными к нему? Как он себя чувствовал на физическом плане? Что ему не хватало? Это было раздражение или усталость, или что это было? Ну, он показывает, он как перекрыл ему поток энергии. Сверху. Значит, усталость. Непонимание идет, ребенок не понимал, что происходит. Хорошо. Не мог объяснить. Называется, заодно и в школу сходил. Вытащил все. Хорошо. Так. И я даю команду, включая Артему внутренний белый свет. Один, два, три. Артем выдалит все остаточные энергии на частоте спрута. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Все эти энергии выходят, формируются в шар. Перед Артемом этот шар начинает крутиться, наматывая весь негатив, который еще в нем находится, эмоциональный. Один, два, три. Все им негативное, им сгенерированное, выходит энергия и частоты. Вместе с этой энергией спрута и остаточными энергиями остается кристально чистым. Готово. Отлично. Открывается портал в галактическое ядро. Этот шар улетает в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Подхожу к Артему, кладу руки на плечи и помогаю сделать импульс высокого вибрационного шокового удара и сжечь каналы к спруту. Один, два, три, удар. Сжигается канал, открывается портал в галактическое ядро, и этот канал улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. И хорошо спрут, больше в этой биополе. Даже если ты его в школе увидишь, беги от него, иначе ты опять со мной встретишься. Все понятно? Понятно. И всем своим передай в школе, если видите Артема, бегите от него. Вы со мной встретитесь. А потом я приду в школу и сожгу все там. Если вы этого не хотите, не делайте этого больше. Понятно? Понятно. Открывается наверху против часовой стрелки портал на частоте спрута. Один, два, три. И спрут уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, Вера, посмотри, пожалуйста, сколько энергии нужно Артему до полного восстановления и корректировки. И какая частота вибрации. 210 и 18. И на счет 3 в макушку головы Артема начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 210% каждый. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибрации Артема поднимается до числа у значения 18 Гц. Амалия, скажи, пожалуйста, значит, тогда нет смысла даже ребенку и меркабу ставить, потому что это матери задача. Все правильно? Ребенок неосознан. Неосознан. Все, понял. Хорошо. Мы сделали, значит, все, что мы могли сделать. Есть осознанные дети, но их мало. Да. Мама должна быть осознанная. Хорошо. Все слышали, что сказала наша дорогая куратор Амалия. Энергия и ее меркаба обволакивает. Ребенка и ставит ему защиту от всего внешнего воздействия. И правильный. Благодарю, Амалия. Готова. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Артем. Как ты себя чувствуешь? Ничего больше не мешает? Он говорит, я хочу скорее вырасти, стать взрослым. Ну, быстрее, чем ты вырастишь, не получится. Потом придет время, когда ты будешь жалеть и будешь хотеть остаться ребенком. Так что все нормально. Все у тебя будет хорошо. Сейчас мы тебя будем возвращать назад в биоробот. И после этого я еще твою сестричку подниму. Хорошо. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Артема в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой зеленке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телеками. Готова. И отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. Один, два, три. Я на месте. Хорошо, поехали дальше. Таисия, ты готова? Да. И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирно-энергетическую копию. Нашла. Отлично. Защищаем ее физический биоробот защитным потоком из чистых энергий. Абсолютно. Берем Таисию в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Таисии поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо. Таисия идет к маме. И мы приветствуем Таисию, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверить ли она нам в своей биополе наперед сеанса. Не кивает. И я даю команду, значит, три. Скеннер начинает сканировать пространство над головой Таисии, под ногами. Три тонких тел Таисии и находит все. У нее инсектоид. Да. И на голове у нее кокон какой-то черный. На арахноида похож. Что, кокон еще на голове? Кокон в клетке, но он внутри кто-то. И я даю команду, от этого кокона выстраивается канал к ответственным, и я его притягиваю в клетку тюрьмы. Один, два, три, да, будет так, атаки есть. Но он внутри в коконе. И эта сущность выходит из кокона. Это рахнует. Рахнует. Тебя что, сжечь сейчас? Прямо здесь? Боится. И этот кокон, который у него есть, я сжигаю. Один, два, три, да, будет так. Мечется по клетке. Отлично. Замер в клетке. Так, инсектоид, сколько ты жил в Таисии? Три месяца жил. Больше трех. Между три и четыре. Где ты подцепился? От мамы перешел. От мамы перешел. Хорошо. Сколько жил, считай, информация рахнует в этом биополе? Два. Года? Месяц. Где подцепился? Он показывает, откуда-то сверху спустился. Помещение школа? Нет, это тихое какое-то помещение, кабинет. Понятно. Значит, куда-то она зашла, куда-то, и он там ей сел на голову за два месяца. Хорошо. Так, я даю команду рахнует. Выходишь сейчас, вытаскиваешь все, что ты оставил на своей чистоте в ее биополе. Ничего не забывая. Докладывая о готовности к проверке. Он все снял. Выходит, инсектоид. Достает все, что он оставил в биополе Таисии. Тоже все вытащил. Хорошо. Таисия, хочешь, я тебе фокус покажу? Кивай. Смотри. И на счет три я включаю Таисии внутренний белый свет. Один, два, три. И на счет три Таисия начинает выдавливать из себя все остаточные энергии. Все негативные энергии на чистоте инсектоида. Арахноида, а также ей собственные, ей же сгенерированные. На счет три. Один, два, три. И начинает выходить все энергии. Будет. Шар останавливается автоматически. Когда все это выйдет? Стеснительно. Очень сейчас смеется. Отлично. Видишь, как ты умеешь. Подрастешь сама, так будешь делать. И открывается портал в галактическое ядро. Этот шар улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывая печаток. Растворяя. Большой был шар, Вера? Большой. Но с мяч. С мяч. Харно. Ну, представляешь, ребенок какой маленький. Я подхожу к Таисии, кладу руки на плечи. Таисия сейчас будет весело. И я даю импульс высокой вибрационного шокового удара. И сжигая каналы кинзи, ктоиду и арахноиду. На счет три. Один, два, три. Удар. Пум. Сжигаются каналы. Понравилось? Понравилось? Открывается портал в галактическое ядро. Эти каналы улетают в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо. Так, мы здесь закончили. Так, интерференты, если вы увидите еще раз, Таисию, инзиктоид и арахноид, бегите от нее. Просто бегите. И всем своим скажите, что я приду. Если она только пожаловаться, что у нее где-то что-то болит. Я приду и сожгу все. Как я твою паутину сжег. Все понятно, арахноид? Все понятно, инзиктоид? Да, не понял. Открывается два канала. Один на частоте инзиктоида, один на частоте арахноида против часовой стрелки. Один, два, три. Инзиктоид уходит в свой канал, забирает все, что с собой принес. Арахноид уходит в свой канал, забирает все, что с собой принес. Забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Включаем высоковибрационные фиолетовые лучи, вытесняет весь этот мусор от интерферентов. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Есть. Отлично. Хорошо, Таисия, как ты себя чувствуешь? Она показывает энергии своей. Ух, какие красивые энергии у тебя. Мне тоже нравится. Отлично. Хорошо. Теперь вас мама будет защищать, будет вам защиту выставлять, и ничего к вам больше не подцепится. Все. Будем возвращать это Таисию, и потом будем возвращать маму назад. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Таисии в систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. Один, два, три. Я на месте. Хорошо. Ирина, мы сейчас вас будем возвращать. Дети чистые. Сейчас мы вернемся еще и почистим вашу квартиру. Вы готовы? Готово. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Ирины в систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. Один, два, три. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...